Сверху дела на тысячи червя, там говар. Ловили форель на попе, а она клюет. Друзья, всех приветствую. Сегодня нахожусь на водоеме Парус-Юг. Буду ловить форель по принципу поймал-отпустил. И каждая рыбалка по ловле форели, она своеобразная. Вот, например, сегодня я принципиально буду ловить на силиконовых червяков, на червей. Шарбет, Стингворм, Бокстер и Танговорм. И буду ловить на воблеры. Вот это основа, с которой я начну и в которой буду упираться по всему сегодня водоему. А дальше мы уже посмотрим, как будут обстоят дела. Рыбы много. Здесь в выходные прошел турнир. Прошло 4 дня. Ее, конечно, немножко подбили, но все равно. Уверен, будет интересно. Сейчас в 7 часов утра водоем открылся, и рыба плещется, и рыба должна быть активной. Поэтому погнали ловить. Вот и поклевка. Вот и воблер сработал. Небольшая рыбка попалась на воблер SR. Отпускаем. Отлично. С воблером как бы понятно. SR, SS работает рыба по поверхности. Вот, сейчас попробуем что-нибудь воткнем какой-нибудь другой воблер. Какой-нибудь темного цвета. И попробуем половить на резину, здесь же. На верхних слоях воды рыбка. Поэтому давайте попробуем половить сейчас на белого червя. Tango Worm. Жарбейц. Голова 0,5 грамма. В принципе, будем ловить, коли рыба сверху, проводка будет сразу идти. Попробую сначала активно половить. С агрессивной такой подачей. При всех этих рывках хвостик, он начинает работать. Любое малейшее колебание, рывочек. И хвостик сразу включает свою работу. Вот сразу поклевка сверху. Вот она села. Забросы и проводка сразу же. Вот такая вот рыбейка. Вода прогрелась, и утренний клев был ярко выраженный. В 7 часов открылся водоем, и в первый час-полтора форель была крайне активна. Настолько активна, что собирала с поверхности водомеров, пух, майских жуков, которые вылетели в огромном количестве в начале июня. Нормально, да так? И рыба реагировала даже на попер. На попер было огромное количество поклевок. Я поймал только одну. Но это было очень зрелищно. И это надо просто прочувствовать. Даже сам кайф, когда бульк. Дух! Бух! То есть, это было круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Красота! Просто красота! Ловили форель на попер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И она клюет. Друзья, ну, потрясающая погода. На улице тепло. Градусов, наверное, сейчас 16. Днем будет разогревать. И пока вот утро. Штиль, форель вся в верхних слоях воды. Буквально до метра, наверное. То есть, прям поверхностный, подповерхностный слой. И там где-то до метра. То есть, она вот в этом горизонте, первый метр, она гуляет. Я сегодня специально ловлю на воблеры. Лучше работают SR или MR модели. Причем, интересно в том, что на воблеры проводка крайне-крайне медленная. Вообще, там, на грани умирания проводка. А на резину не все так однозначно. На более мягкий бокстер очень хорошо получается ловить на легкой голове. Потому что червяк сам по себе мягенький такой играет. То есть, там такие плавные покачивания. И аккуратненько, легкой головой держим его в нужном горизонте. При этом на Tango Worm или на Elastic Sting Worm груз нужно использовать потяжелее. И проводка более такая агрессивная. Но тоже в подповерхностном слое. То есть, твич работает ярко выраженно. Есть. На Sting Worm взяла. И тут же отвалилась. Но опять сюда такая активная проводка. Достаточно. Вот он. Червь. Elastic. Формула. Рыбка. Не хочет уплывать. Вот сейчас она уплыла. Достаточно тяжелая голова. 0,8 грамма. Потому что сама резина очень-очень плавающая. И по факту это то же самое, что если бы мы поставили 0,4 грамма. На эту резину. То есть, она даже с 0,8 грамма. Парение у нее происходит абсолютно другое. Продолжим. Ну и касательно силиконовых приманок. Сегодня, как я вам уже говорил утром, я повторюсь, я делал сегодня упор именно на червей. Эластик я старался гонять на достаточно тяжелой голове 0,6-0,8 грамм. Было несколько поклевок и лишь одна поимка. Бокстер неплохо поработал утром, когда форель в какие-то моменты подходила под самый берег. И на самой-самой легкой голове порядка 0,2 грамм. Медленными такими покачиваниями, с небольшими рывочками. Потому что силикон сам по себе мягкий. И работает, можно сказать, даже на равномерной проводке. И даешь ему просто какие-то небольшие сбои. Я заглублял резину где-то, наверное, сантиметров от 30 до метра в этом горизонте. И медленная-медленная такая проводка, иногда с поддергиванием. Червяк, бокстер, работает сам. Хвост у него настолько активный, что какие-то резкие, хаотичные удары ему просто не нужны. Достаточно равномерная проводка с небольшими плавными поддергиваниями. Вот эта вот история сегодня работала в тот момент, когда рыба была близко. Потом основная рыба была сегодня на середине водоема. И лучше всего у меня сработал червяк Танго Ворм. Причем лучше получалось ловить на средней голове, где-то 0,4 грамма. Я пробовал тяжелее, поклевок в разы меньше, почти нет. Я пробовал и легче. Казалось бы, рыба под поверхностью, легкий грузик. Сам червячок достаточно объемный, летит прилично. Но реакции рыбы не было. То есть, не было. То есть, нужно было поймать вот именно ту фазу и падения приманки, и ее рывки. То есть, рывки, небольшая пауза падения, рывки, пауза падения. То есть, всегда экспериментируйте с весом головы. Одну и ту же приманку попробуйте половить условно на 0,2 грамма, 0,4 грамма и 0,6 грамм. При этом, зная, что рыба находится в верхних слоях воды до метра. То есть, понятно, что будете вести медленнее, приманка начнет проваливаться. Значит, вести более агрессивно. И вот эту вот так называемую агрессию нужно было поймать сегодня с червем. И вот танго-ворм, белый и сырный цвет, лучше всего сработали. Много поклевок. И рыба подбирала вот именно на таком твиче. Вот она попалась сверху. Сверху взяла на твиче червя танго-ворм. Причем прям вообще не заглублял фактически. Сразу начал вести. И она попалась. Ну что, друзья, рыбалку буду сегодня к концу подводить. Интересная, вдумчивая ловля. Если утром была такая небольшая раздача в течение часа, то потом ловля вся свелась к такому вымучиванию рыбы. К такой интересной интеллектуальной рыбалке. Лучшей приманкой в этом вымучивании были воблеры медленной проводкой и червяк танго-ворм на голове 0,4 грамма. Такой твичевой, рывковой анимацией. Вот. Это, пожалуй, сегодня фавориты. Рыбка есть, погода летняя, жаркая. И в обед уже все сходит фактически на нет. Так что выбирайте лучше раннюю утреннюю рыбалку по форели в начале лета. Но у меня на сегодня все, друзья. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова